Здравствуйте, приветствую всех наших азербайджанцев. Сегодня второй день нового 2019 года. Хочу еще раз поздравить вас с Новым Годом, пожелать вам крепкого здоровья, всех благ земных, чтобы в этом году сбылись все ваши мечты, и самое главное, чтобы наконец-то мы решили вопрос Карабахского, чтобы эти земли наши исконно вернулись обратно к нам, к азербайджанцам. Перед Новым Годом я смотрел очень много роликов, поздравительные, и ролики наших азербайджанцев, и также ролики этих англопедов, альмян, смотрел скайп их, посмотрел ролик одного ублюдка, который находится на наших землях, там, в Карабахе. Хочу по порядку поговорить о роликах, которые я смотрел. Значит, посмотрел скайп, там опять вышли несколько штук армян, дальнобойщики, штатские, прошмандовка, ветеринар. Ну, еще один там вышел, Баграт, который год один-два раза уходит, то ли в начале, то ли в конце, его зовут туда, как аналитика, эксперт. Вот, этот армянин уходит туда тогда, когда он должен рассказать о голубая событиях, которые происходят в Армении, вообще вокруг Армении. Да, говорили, сравнивают Армению с Азербайджаном. Армении все прекрасно, Пашиняна выбрали Человеком Года. Аж даже я, когда слышал, это мне смешно стало. Да, все государства, которые там есть, все эти лидеры государства выбрали его Человеком Года. Это самая диаспора, Зилы-то Армянская, его выбирают, они говорят, все государства другие выбрали. Ну, ладно, не об этом я хочу поговорить, выбрали-выбрали, но хер с ним. Да, говорят, он много чего сделал, достиг он очень многому. Только забыли рассказать, что достиг он на деньги Сориса. Сорис там отдал бабки хорошие, чтобы эта революция была тихо, спокойно. И с Алексианом дали, что нужно. Но, что интересно, что не странно даже. Армяны рассказывают, что у них там все прекрасно в Ереване. А вот что касается Азербайджана, все херня. А, блин, вот здесь у нас в Азербайджане все плохо. Да, мы живем в нищете, нам очень плохо, чем в Армении. Они так боятся этого Иха Малиева, нашего президента. Вай, 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 вай. Это просто ужас. Это ужас. Его внешняя политика довела это к Армянам. Ой-ой-ой. Они только про него и рассказывают, что мы азербайджанцы зомбированы. Если не было бы этого карабахского разговора, вопроса конфликта, то Иха Малиева давным-давно не был бы на посту президента Азербайджанской республики. Представляете? Это армяны рассказывают. То есть, у нас других принципов жизни нету, никаких нравов национальных, моральных вообще. Говорят, что как хорошо, что это карабахский вопрос есть. И азербайджанцы из-за этого карабахского вопроса не могут трогать Ильхам Алиева. А Ильхам Алиева пользуется этим. Это армяны рассказывают. Еще говорят, что есть азербайджанская оппозиция, которая не находится в Азербайджане. Они находятся, значит, в Европе. Оттуда они делают давление на азербайджанского народа. Вот я слушал это все. Наверное, вы тоже смотрели. И вот хочу вокруг этого поговорить. А потом приду на ролик этого ублюдка-агента, который сидит у нас на землях. На наших землях. Вот, что я хочу сказать. Я послушал от начала до конца этот скайп. Ну, если там вышел бы, значит, этот дальнобойщик, вот этот прошпандовка и ветеринар. Но я сказал бы, вы знаете, которые вышли с куриными мозгами, которые выходят, рассказывают одно и то же. Хвалят Пашиньяна, все прекрасно, армянам все хорошо. Но вышел там человек, который выходит год один раз. Ну, я когда услышал, что в этом скайпе находится этот Баграт, ну, я, честно говоря, думал, что сейчас что-то я послушаю. Услушал что-то умное. Но не тут да было. Да, он тоже начал, значит, по-армянски. Ну, по-другому как могло бы быть. А я как наивный думал, что сейчас он скажет правду. Он начал опять врать, как все свои братья армяны. Все прекрасно, все хорошо. Вы знаете, в Армении колбаса есть. Колбаса дешевая, стоит в магазине. Но у армянского народа нет денег пойти купить эту колбасу дешевую. Вы понимаете, в чем дело? А Баграт говорит, что все прекрасно, все хорошо, все отлично. Армянский народ наконец-то сделал все, что нужно сделать в 2018 году. Пашиняна выбрали. Блядь, его от футболя или от ОДКБ, блин, гей-парад там происходил. Не знаю еще какие-то, этот я вчера, вот буквально вчера я, значит, читаю, что днем, в подземном приходе, значит, в Ереване обокрали известного актера, армянского актера обокрали. Днем, 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 ребят. У него там банковские карточки, не знаю еще что было, деньги и того, другой, третий, ключ от квартиры. Все украли. Все прекрасно в Армении. Все есть, все дешево. Но он не говорит о том, что, ну, народа дать денег нету. Понимаете, Пашиняна пришел на протяжи этого Сориса, он бабки дал, он в рюкзаке прятал этот деньги. Он об этом не рассказывает, нет, нет, нет. Он рассказывает, все прекрасно, но в Азербайджане все хреново. Азербайджане, к чему не достиг, 11 гектаров земли, 11 тысяч гектаров земли мы обратно вернули к себе. Это не достижение. Мы заключили, значит, договора, проекты, межгосударственные проекты за этот 2018 год. Уровень жизни говорит, что в Армении очень высокий, чем в Азербайджане. Короче, вот так все рассказываю, все прекрасно, все хорошо в Армении. Бананы цены уже стабильные стали. Поэтому люди уже бананов не покупают в Армении, потому что им это уже надоело бананов есть, жрать. Да, выходит, они на Новый год 3-4 салюта сделали, стояли на дороге, выпили армянское старое древнее вино, и все, все прекрасно, все хорошо. Туда дальше еще будет прекрасно. Вот вокруг этого они рассказывали, я слушал, он думал, Баград, тебе не стыдно, ай, Баград, а? Тебе не стыдно, а ты взрослый мужик, чего ты обманываешь свой народ-то? Ну, эти хорошо, понятно, вот эти выходят там, куриными мозгами, неграмотные. Ну, ты, видно, что ты человек начитанный, ты говоришь, рассказываешь. Там, я ожидал, что ты что-то путного скажешь, а? Вот зачем вы вот раскинулись по всему миру, да? Вы портите свой народ, а? Почему вы так обижены? Про Ильхам Алиева говоришь, да? Ильхам Алиев. Ильхам Алиев своей внешней политикой. Да, вас довел до белой горячки уже, вы не знаете завтра, что с вами будет. То, что у нас трудности, да, есть, они никто не отрицает. Вот тебе надо было так же говорить, что в Армении есть очень много негативов. Трудности еще остались. Я тоже говорю. В Азербайджане есть очень много трудностей. Проблем очень много. Почему? Знаешь почему? Потому что 30 лет, около 30 лет Азербайджан находится в оккупации. Его земли оккупированы твоими же армянами. Около миллиона беженцев у нас. А нефтяные контракты у нас заключены в конце 90-х. Понимаешь? В конце 90-х заключен был контракт, нефтяной контракт. До 2004 года со всех, значит, государств, нефтяные компании приезжали в Азербайджан, ставили это, делали вложение на этот нефть. А пока, пока они делали вложение, наше государство во главе покойного Гейдара Малиева, он покрывал все эти негативы, которые ваши армяны создали у нас в Азербайджане. Вот эти промежутки, которые есть до контракта, начиная с 87-го года. 91-го, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, до 2003-го, 2004-го года. После него его сын пришел. У нас пошли какие-то прогрессы в республике. Строительство дорог, строительство зданий, новые, значит, жилые дома. Для этих беженцев, которые жили в общежитиях. Тихо, 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 потихоньку. А мы не сразу заключили контракт, не сразу капитали сыпались на нашу голову. Естественно, власть Азербайджана, государство Азербайджана, мы должны были убрать эти негативы, которые были за эти все годы в республике. И даже я удивляюсь очень многим нашим азербайджанцам, которые об этом говорят. У нас, говорит, нефть есть, говорит, а сколько мы денег тратим на это сооружение? Сколько денег трачено строительство дорог, строительство уровней жизни? Сколько наших соотечественников, которые, другие государства, они не ездили, не ходили, как эти армяны, как бешенцы. Они приехали к себе, своих же земель приехали на свою землю, как бешенцы. Из-за этих армян, террористов, которые сегодня оккупировали мои земли, наши земли. Об этом надо было вот правду сказать. Естественно, у нас должно быть трудно. Мы тратим миллиарды на эти вооружения, чтобы вас, негодяев, оккупантов, выгнать с наших земель. У нас доверия ни на кого нет. Абсолютно. Мы видели, кому мы доверились и чем это все закончилось. Мы не можем доверять тем покровителям, которые вас покрывают. Понимаете? Поэтому нам нужно оружие, чтобы со всех сторон мы были готовы к этому всему. Что нам приготовила судьба впереди, это известно нам и одному Богу. Вам этого не понять. Конечно, у нас должно быть трудности. Миллион беженцев. И все они живут в центре, в таких больших городах. Обустроить их, обеспечить их жизненный уровень. Для этого время нужно. Естественно, Москва не сразу строился. Для этого время нужно. Мы и жили хорошо, были моменты. Потом пошли и какие-то во всем мире проблемы. Это везде видно. Так что ты вышел, рассказываешь. Армению вообще с Азербайджаном сравнить это глупо. У вас, да, может быть там колбаса дешевая, но денег нету, чтобы пойти купить. Они в магазине их стоят, а потом обратно идут в этот колбасный комбинат. Там вторично там производится, а они там обрабатывают их. И обратно отдают в этот магазин. Потому что они там портятся, у людей денег нет. Если раньше кто мог купить его по килограмму, сейчас берут 200-300 грамм. Об этом надо было выйти и говорить. В Армении, говорит, все прекрасно. Не все прекрасно. Туда дальше будет еще хуже. Ваш Пашиньян ни к чему не добился с вашим ссорисом. За чьи деньги сегодня Армения живет. Отсюда Россия помогает. Оттуда еще Россия. Там задницу хотите показывать. Это вы, вы армяна. Вот сегодня я смотрел, вот перед Новым годом, смотрел ролик этого ублюдка-агента. Вот ваше лицо вот такое. Поросянчие. Вот ваш год подошел. Свекот свиньи, блин. Вот по-свински вы начали вот этот год. Вот этот ублюдок, который сидит на моей земле, блин. Паскуда ты, ты гнида. Ты, вот я не знаю тебя, вот как ругать, чтобы ты, блядь, может быть, ты выйдешь. Ты, да матышке, конченную. Матышка, я знаю, что ебешь, блядь. Ты человек, ты мужчина себе считаешь, да? А? Подонок, ты чего женщин трогаешь? Ну, гнида, ты конченную. Ну, ладно, ты с нами там воюешь, говоришь, моё имя, говорю, да хер с тобой. Ты чего женщин-то трогаешь? Мы твоих женщин трогаем здесь. Это марсианку, гаяне, рапсоди, не знаю, кто там сидят, блин. 320 воли или одно и то же они, блин. Один человек, несколько ников, блин. Мы к отношению к ним что-то говорим, такие вещи подобные, что ты говоришь про наших женщин. Это твоя мать, да? Пострадала здесь в Азербайджане, блин. Это ты так, да, уважаешь женщин? А гнида ты, блин. Вот ты ублюдок. Я вот послушал утром, да, Яша Арбакинского, потом Джокера, потом вечером Жиза Шулейманова. Вот как, как ещё с вами надо общаться, чтобы вы стали людьми, блядь. Конченые вы, вы конченые. Вот вы ходите, да, в этот скайп, блядь. Кроме ругань, блядь, ничего нет. Издевательство, ругань, блядь. Вы любите, блядь, издеваться над кем-то, смеяться, блядь, посмеивать этого человека. Это у вас в крови сидит, блядь. Я спрашиваю тебя, ты чё женщин-то трогаешь, а? Пидор, это не ты говорил, да, блядь. Азербайджанцы только женщинами могут говорить. А ты чё воюешь? Ублюдок, ты же говорил эти слова, а? А чё ты сам-то делаешь такие вещи? Ты сейчас понял, что это вы сами делаете? Так, гнида, перед Новым Годом, ты чё такие вещи-то сделал? Выполнил, да? Достойно выполнил задачу? Ай, овраш, ай, емич паш, ай, чат лаконченный. Чем, вот какими словами ещё тебя вот обругать, да, чтобы ты, может быть, об стенку тебе надо ударить, блядь. Взрослый ишак, блядь, свинья, пидор. Зачем вот нужно было перед Новым Годом вот такие вообще трогать женщин? Негодяи. И при этом вы говорите, что вы великие древние, да вы бошицыгане, вы конченые ублюдки, вы падальщики, блядь. Вы всегда были правы к отношению к вам, блядь, надо вас с лица земли, блядь, стереть. Вот поэтому мы хотим, чтобы скорее всего, вот, решался этот вопрос, скоро у вас. Чтобы закончить, блядь, чтобы не слышать вас, блядь, таких угрошей, как вы. Матюшка, я ты, матюшка, конченую. Даже, знаешь, хочется, я тебе просто настроение не выходит, ругать тебя хочется. Настроение не хочу портить, блядь, себе. И людям слушатель, блядь. Ладно. Да ну вас нахуй, блядь. Ублюдки конченные. Успокоился, да? Хорошо дышишь. А твой дыхание качал, блядь. Приятно тебе стал, да? А женщина начала там задевать. Ублюдок. Посмеялись, да, твои армяны, ублюдки, которые пишут тебе комментарии. Показал себе героем, да, перед ними. Вот такие вы герои, блядь. От начала до конца, блядь, кто у вас есть лживые паскуды, блядь. Такие герои у тебя, которые только имеют зло с женщинами. Четыре загуемся за ним, блядь. О, врашня, блядь. Ладно, ребята, я заканчиваю этот ролик. Я утром вот послушал Яшара Бакинского, потом Джокера. Вечером разошли, мама. Они достаточно уже высказали, сказали этим ублюдкам. Подоньки вы, подоньки, конченые твари, блядь, по жизни. И даже вы своим нормальным армянам не даете жития, блядь. Обиженники, блядь. С обоих сторон, блядь. Отфутболили у вас по всему миру, блядь. Глаза обнили себе, блядь, героев, сидите здесь. С дурой, блядь. Очко у вас порвано. Ублюдки. Армянские, блядь. Падальщики, блядь. Ладно, ребята, я заканчиваю этот ролик. Желаю всем крепкого здоровья. Всего на нуле. Я не хотел новый год, так начать. Первый, второй день. Просто с этими армянами невозможно. Еще раз доказали, что они ублюдки, эти армяны. Они только могут воевать с женщинами. Вот твоих этих марсианок трогаем здесь. Ай, ублюдок. А? А смогу я ее ругать, да? Хочешь? Нет, я этого и не сделаю. Я этого и не сделаю. Подонок, блядь. Ладно, пока-пока, ребята. Желаю всем крепкого здоровья. До следующих встреч. Четырю за гоем армян наш. Она лар в золу ларгался. Этвы, подонки. Ой-ой-ой. Наредко, что я, блядь.